Мы знаем, так или иначе, что идет согласование Мирного Договора. Несколько дней назад об этом, в частности, 18 апреля говорил Никол Пашинян. И он говорил о тех позициях, на которых этот договор, по его мнению, должен быть заключен, в том числе признание взаимной территориальной целостности стран. По советским границам. По советским так называемым границам. И здесь второй вопрос. Опять-таки, мы с вами уже об этом говорили. Что между Армянской ССР и Азербайджанской ССР границы были условны в советское время. Потому что они не были независимыми государствами и не входили в состав другого государства. Были всего лишь, так сказать, союзными республиками. Поэтому здесь второй вопрос. На чем, кстати говоря, акцентировала внимание и российская сторона. Демаркация и делимитация границ. У меня складывается впечатление. Опять-таки, это только мое впечатление. Я выражаю свою личную точку зрения на основании того, что я вижу. У меня складывается впечатление, что этот процесс де-факто уже идет. Так или иначе, он уже идет. И отголоски этого процесса, точнее тех инцидентов и тех разногласий, которые возникают, мы время от времени наблюдаем. Это, например, 11 апреля, если я не ошибаюсь, стрельба у села Тех, Сюникской области. На рубежах которого я знаю этот район. На рубежах которого, значит, прямо за селом, я так понимаю, так сказать, азербайджанская сторона оборудует свои посты. Ссылаясь на то, что это их территория, в то время как в Армении говорят, что это их территория, но так как границы условные, в советское время де-факто ее не было, мы понимаем, что здесь должна идти какая-то работа. Если я правильно понимаю, Баку и Ереван отказываются от последничества, в том числе и российской стороны, которая неоднократно, как бы говорилось, которая предлагалась на уровне, скажем, вице-премьеров. Мы знаем, что трехсторонняя комиссия вице-премьеров сколько месяцев она не собиралась уже, напомните, там было в детстве, уже много месяцев они не собираются. Прошлым летом, по-моему, вот даже не помню. Андрей, а важно, где... Так что, так или иначе, работа идет, как мне кажется. Но тогда другой вопрос возникает. Важно, где будут проходить переговоры? Где будут переходить переговоры, я не знаю. Нет, важно, где будут проходить переговоры? С символической точки зрения это важно. Если вы помните, мирный договор, и об этом, кстати говоря, Ильхам Алиев в январе, если не ошибаюсь, в общении с журналистами сказал, что это было. Были планы, например, в Билиси подписать этот договор. Храпорак газета об этом писала, и она правильно писала, в ноябре прошлого года. Но что-то пошло не так. Что пошло не так? Внешние ли какие-то факторы, или внутренние какие-то факторы? Либо боязнь, пример министра Армении, скажем, нарваться на народное недовольство. Мы знаем, что в Армении протестуют и родственники погибших военнослужащих, и в преддверии, значит, выборов в парламент Еревана, если я не ошибаюсь, да, в собрании Совет Старейшин, да, Еревана происходит... Да, да. Но это не скоро. Это достаточно процесс. Либо что-то другое. Опять-таки, информации мало, и поэтому мы вот по крупицам вынуждены ее собирать. Андрей, а армянские и турецкие отношения, насколько сейчас зависят от напряженности региона? Было заявление Фууси Акара, министра обороны Турции, о том, что армяно-турецкие взаимоотношения могут быть налажены только после подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Я так понимаю, что турки отреагировали на определенные попытки развести вот эти процессы. То, что было во времена футбольной дипломатии, если вы помните, когда Азербайджан протестовал. Но тогда это было ярче. Сейчас совершенно очевидно, что турецко-азербайджанское партнерство, оно, так сказать, достаточно глубоко и взаимопроникающее. И вряд ли, как мне кажется, турки, особенно сейчас, пойдут на какие-то решительные шаги по политико-дипломатическому прорыву с Ереваном за рамками тех консультаций, которые все-таки ведутся, и тех визитов. Да, вот мы помним, недавно Раклер Заян приезжал на фоне землетрясения. Но в целом, как мне кажется, они будут ждать, и именно позиция Азербайджана для них будет важна. Андрей, по турецким официальным сообщениям, Анкара и Ереван работают под открытием сухопутной границы. Но Турция пока молчит о своих политических условиях. Ну, я думаю, что здесь определенная этапность может быть, потому что речь о транзите через армяно-турецкую границу граждан с паспортами третьих стран, она шла уже достаточно давно. Она шла уже, насколько я помню, по мере вот этих заседаний Сердара Кылыча и армянского представителя по нормализации армяно-турецких взаимоотношений. Потом речь шла о пешеходном, если не ошибаюсь, может быть, автомобильном, вы меня поправите, движение по одному из полуразрушенных мостов через Ани, через Арпачай, через Ахуриан. И, соответственно, реставрация этого моста. Но это локальные, это локальные, на мой взгляд, какие-то... Населенный пункт называется Мархара. Мархара, точно, да, 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 Мархара. В Араратском марсе, если я не ошибаюсь. Это может создать определенные предпосылки для дальнейших шагов, но полноценные какие-то мирные договоры или мирные соглашения, я думаю, будут подписаны лишь только после урегулирования так или иначе армяно-азербайджанских связей. Потому что, например, торговля между Арменией и Турцией осуществляется и сегодня. Вы прекрасно знаете, я думаю, гораздо лучше меня, что турки скупают так или иначе в Ереване недвижимость. В каких масштабах, об этом существуют разные сведения. Но официально, неофициально мы знаем, что процесс этот происходит. Почему бы еще и мост не отремонтировать? Правильно же? А по большому счету, зачем Турции нормализовать сейчас отношения с Риваном? Тем более, что и в Армении, насколько я понимаю, существуют достаточно серьезные бизнес-интересы к тому, чтобы так или иначе нарастить торговлю с соседней страной. Что касается, зачем Армении нормализовывать, это политика мира Никола Пашиняна. Он неоднократно об этом говорил, нормализация взаимоотношений с соседями. Я думаю, что от этого все как бы идет дальше. Это и Турция говорила в свое время. Это и Турция говорила в свое время, совершенно верно. Совершенно верно. Вот и мы знаем, что с Турцией связаны... Я спрашиваю, что совпадает с нынешним этапом? В принципе, что совпадает с нынешним этапом? Я думаю, что есть как бы и в Анкаре, и в нынешних властей в Ереване есть согласие в том, что процесс этот так или иначе должен идти, нормализации двусторонней. Но в то же время, насколько я понимаю, есть некоторые опасения с армянской стороны, чтобы этот процесс как бы не вышел из-под контроля и оставался в каких-то рамках и не слишком влиял, скажем так, негативно на армянское общественное мнение и на те общественно-политические процессы, которые происходят в Армении. Потому что уровень неприятия Турции и ее политики, он так или иначе достаточно высок. Ну, с другой стороны, открытие коммуникации без фактора Ирана, разве это возможно? Вы имеете ввиду коммуникации... Коммуникации с Азербайджаном, с Турцией... Иранцы достаточно решительно, так сказать, высказываются. Вы, опять-таки, знаете, что они проводят учения довольно серьезные по южному берегу Аракса. Но вот насколько иранцы готовы пойти дальше в случае, скажем, какого-то обострения, да, связанного с пресловутым Зангизурским коридором и гипотетической попыткой пробить его азербайджаном силой. Вот. Здесь, пока сказать, достаточно затруднительно. Мне кажется, что все-таки все стороны заинтересованы в том, чтобы до очередного непредсказуемого какого-то обострения дело не доводить. Сколько бы напряженными ни были нынешние взаимоотношения, значит, Азербайджана и Ирана, я думаю, что все-таки тут нужно проявлять некоторую осторожность. Особенно в условиях, о чем мы уже говорили выше, ну, отсутствие полноценного договора между Арменией и Ереваном о военно-технической какой-то помощи и содействии. Кстати говоря, вот достаточно интересный момент в этой связи, после инцидента вот этого у села Тех в Азербайджане начали говорить о том, что якобы армянская сторона пыталась применять иранские беспилотники. Вы, наверное, видели, были такие информационные сообщения. Вот насколько я понимаю, это дезинформация, что нет на вооружении армянской армии, так сказать, иранских, индийских или каких-то либо еще, так сказать, беспилотников или иных серьезных видов вооружения. То есть, как бы мы вот видим, что это неприятно, это естественно, но это неприятно. И ситуация нагнетается именно в таком информационном плане, в том числе нацеленном на какую-то резкую реакцию Ирана, после чего Иран можно было бы обвинить в какой-то агрессии и, соответственно, выйти на качественно новый этап какой-то военно-политической напряженности, которая не соответствовала бы интересам ни Армении, ни даже Азербайджана, кстати говоря. Но здесь еще немаловажно, насколько сходятся российско-иранские интересы здесь? Я думаю, что объективные российско-иранские интересы сходятся. В том числе, вы знаете, Россия заинтересована в различных альтернативных, в частности, южных экспортных коммуникационных путях, сухопутных условиях, когда западное направление, оно обрубается и почти обрубается. Но в то же время мы понимаем прекрасно, что проекты, связанные с международным транспортным коридором Север-Юг, они будут заинтересованными силами всячески торпедироваться. И некоторые эксперты, например, израильские, но я думаю, что не только израильские, об этом открытым текстом говорят в различного рода YouTube-роликах, что этого никогда не будет. И в этой связи, конечно, обострение взаимоотношений между Азербайджаном и Ираном с точки зрения России, оно совершенно не к месту. Хотя мы должны понимать, что подобного рода сценарии, они так или иначе будут реализовываться. Ну, Россия будет, я думаю, предпринимать какие-то дипломатические усилия для того, чтобы как-то способствовать смягчению этой напряженности в регионе в целом. Ну, посмотрим, насколько они окажутся эффективными. Здесь, скажем так, существуют разные точки зрения.